Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги пророка Исаии. Я, Андрей Десницкий, читаю для библейского портала Экзегет свой перевод с небольшими комментариями. Ну вот, идет разговор в предыдущих главах об очень разных народах, которые каждый по-своему будет претерпевать бедствие, а при этом Исаии описывает очень по-разному эти бедствия. То есть какие-то народы будут полностью вычеркнуты из истории, какие-то временно города Тир и Сидон, особенно Тир были упомянуты в 23 главе, и до сих пор на карте Ливана, посмотрите, существуют. И до сих пор это, ну, может быть, не самые богатые на свете города, но торговые, достаточно успешные города, по крайней мере, для того региона вполне известные. А есть народы, которые уничтожены, как Вавилон, например, да? Но в 24 главе скорее общая картинка. Общая картинка разрушения, и каждый раз, конечно, описывается то, что произойдет с конкретным народом, указывается его вина. Вот у него то было не так, это плохо. 24 такой образцовый город, который подлежит разрушению, да и не только город. Господь землю опустошит, всего ее лишит, разорит ее поверхность, разгонит ее обитателей, что станет с народом, то есть со священником, что со слугой, то есть с господином, что со служанкой, то есть с госпожой, что с покупателем, то есть с продавцом, что с арендатором, то есть с владельцем, что с одолжившим, то есть с должником. Ну, понятно, солидарность, обычно мы живем по принципу богатые так, а бедные по-другому, да, у богатого жемчуг мелок, а у бедного щижитки, как говорит русская пословица. Но бывают ситуации, когда весь народ претерпевает одно и то же, это нашествие, стихийное бедствие, вот здесь примерно это и описано. Дочество будет земля послушена, доног будет она обнажена, потому что Господь изрек такое слово. А чего он такой сердит, этот самый Господь, почему он уничтожает землю? Ну, он не сразу к этому переходит, Исаия в этой главе. Иссякнет, увянет земля, увянет, поникнет мир, поникнут, кто был на земле высок. Уже начинаем догадываться. Земля осквернена обитателями, ее законы они приступили, установления не сохранили, вечный завет разорвали. И может быть это, прежде всего, о земле Израиля, потому что вечный завет, собственно, только у израильтян. А может быть это, в общем, некая картина жизни всего человечества, но израильтяне это его опытный полигон, если хотите. Это даже не передовой отряд, да, как в советские времена говорили. Это, скорее, тот народ, на котором Господь показывает, как это работает, в принципе. Потому проклятие пожирает землю, и лежит вина на жителях ее, тают, как в огне жители земли, как мало осталось от людей. Иссякло молодое вино, лаза увяло, вздыхают те, кто ликовал, больше не бьют в бубны, на лирах уже не играют. Утихло праздничное веселье, не пьют вина, не поют песен, кто пригубит тому напиток горек. Ну, здесь напрямую сказано, что вот они нарушали законы, разорвали завет, но есть и какие-то отдельные проблемы, которые описаны. Кажется, с вином у них слишком хорошее отношение, потому что всюду говорится о том, как уже они не пьют, и, в общем, даже тому, кто отпевает немножечко это вино, кажется горьким. Вот, видимо, допились со своими развлечениями. «Лежит в развалинах город, не войти ни в один дом, рыдают на улицах о чем? Рыдают на улицах об иссякшем вине, закатилось было веселье и не стало радости на земле». То есть никакого другого веселья и радости, кроме вина, у этих людей изначально не было. Вот, смотрите, как, может быть, Исаия не обличает напрямую порог пьянства, да, но по контексту, потому как он подбирает слова, мы видим, что, да, эти люди в основном были заняты весельем, ну, а веселье, как мы в России очень хорошо это понимаем, сопряжено с распитием алкогольных напитков. Это было одно, в этом, может быть, плохого ничего нет, но когда этим весельем забивается дыра, сосущая пустота того, кто нарушает законы, разрывает завет с Богом, ну, и вот в вине топит какое-то чувство вины, да, вот такой получается по-русски каламбур, конечно, только по-русски. «Закатилось было веселье, не стало радости на земле. В городе остались лишь руины, обрушились городские ворота». Так это про Израиль или про всех? Станется с народами на земле, с народами. То же, что бывает с маслиной, когда с ним ягоды собьют, или с виноградником после сбора урожая. Ну, понятно, то есть дерево, голый ствол, на котором уже ничего не растет. «И они возвысят свой голос о величии Господа, возликуют, на Западе об этом возгласят». То есть все эти бедствия только для одного, чтобы люди вспомнили о Боге, а может быть, кто-то и узнал. «На Западе об этом возгласят, прославьте тогда Господа на Востоке, на заморских островах Господа Бога Израилев». То есть это по всему земному кругу. Тогда еще, наверное, не знали, что он шар. «Слышна песня от края земли, слава праведному». Вот для чего все эти бедствия. Для того, чтобы человечество вспомнило о своем создателе. «А я сказал, беда мне, беда, предатели предают, предатели предательски предают». Там в оригинале повтор однокоренных слов и даже одних и тех же слов. «Предатели предательски предают пагуба, напасть и петля на вас, обитатели земли. Кто от пагубных слухов побежит, в яму упадет, кто в яме спрячется, угодит в петлю. Растворятся небесные окна, сотрясутся основания земли. В дребезги разобьется земля, в стороны разойдется земля, трепетно затрепещет земля, Зашатается, как пьяный земля, закачается, как шалаш на ветру, Придавленная собственной виной, падет и уже не встанет она». Конечно, это описание, наверное, землетрясения, тяжелого землетрясения, когда земля разбивается, расходится в стороны, шатается, как пьяный. Но это вообще описание вот этого земного мира, где все плохо, и этот земной мир, но он переживает вот эту катастрофу, с ним происходит действительно что-то ужасное, и пророк говорит «беда мне, беда». То есть это его личная трагедия, вечная трагедия пророка. Он бы рад говорить о чем-то другом, но он должен говорить о том, о чем Господь ему заповедал. И ему совершенно не нравится то самое пророчество, которое он же и изрекает. Но это было бы не пророчеством из Ветхого Завета, если бы эти бедствия не приводили к какому-то итогу. Падет, уже не встанет она, земля, да, вот то ли земля Израиля, то ли вообще вся земля, похоже, что вообще вся. И в тот день посетит Господь высокое воинство в вышине, и земных царей на земле вместе их соберут, словно узников в темнице, и по прошествии многих дней ждет их казнь. Вот эти самые люди, которые ответственны за то, что происходит в народе, в человечестве, за все эти безобразия. Причем, кажется, не только люди. Высокое воинство в вышине – вот явный намек на каких-то духов, которые тоже виновны в том, что происходит с людьми. А заодно на земле кто? В первую очередь правители, конечно, ведь они начальники. От них, собственно, зависело многое. Это они не только лично сами себя некрасиво вели, но не прекратили этих безобразий на вверенной им территории, и по прошествии многих дней ждет их казнь. Луна покраснеет, и солнце постыдится, а править будет Господь воинство. На горе Сион, в Иерусалиме, перед старейшинами во славе. То есть, смотрите, когда правители окажутся недостойными, Господь сам будет править. Но не для того, чтобы защитить, а для того, чтобы очистить и исправить. А это значит иногда разрушить. Вот об этом говорится в 24 главе, а в 25 об этом будет сказано дальше и еще подробнее.